Рецепт – это письменное обращение врача, фельдшера в аптеку об изготовлении и отпуске лекарственных средств. Это документ, за который несут ответственности врач, фельдшер, выписавший рецепт, фармацевт, либо фельдшер, приготовивший и отпустивший лекарственную форму, и ветеринарный работник, применивший лекарства животному. Структура рецепта. В структуру рецепта входит 5 пунктов. Первый пункт – это инскрипцию. Сюда входит дата выписки, фамилия, имя и отчество больного, его возраст и адрес, фамилия и инициалы врача. Второе – это инвокацию, обращение врача к фармацевту. Здесь пишется слово «рецепт», сокращенно «РП», «возьми». Третье – это ординацию, лекарственное средство, либо перечисление лекарственных веществ, входящих в состав данной лекарственной формы, с указанием их концентрации ДОС, пишется на латинском языке. Далее у нас идет сигнатура, указание больному или медицинскому персоналу о правилах приема лекарства на русском языке. И самое последнее – это субскрипцию, подпись врача и его личная печать, при необходимости прочие подписи и печати. Общие правила выписывания рецептов. Рецепты выписываются на рецептурных бланках и по правилам, установленным приказом Минздрава Российской Федерации номером 175N от 20 декабря 2012 года, с изменениями на 21 апреля 2016 года. Рецепты выписываются на лекарственные вещества, зарегистрированные в Российской Федерации. Также следует добавить, что основной раздел рецепта – это пропись лекарства. Он всегда начинается с обращения к фармацевту, как рецепте, как я уже повторила, возьми, после чего в определенной последовательности идет перечисление лекарственных веществ. Обязательной частью прописи является только основное действующее вещество или базис, которое помещается на первой строке. Именно на его применении основан фармакологический эффект лекарства. На втором месте в прописи стоят вспомогательные вещества. Они применяются с целью усиления действия базиса или ослабления его нежелательных эффектов. На третьем месте находятся корригирующие вещества, которые вводятся в состав лекарства с целью исправления его неприятных свойств. Это вкус, цвет, запах и другие свойства. На последнем месте находятся вещества, придающие определенную форму лекарства. Это формообразующие вещества. Это вода в растворах, вазелин, в мазях, сахар, в порошках и т.д. В вспомогательных, корригирующих и формообразующих веществ рецепторной прописи может быть несколько. Основные обозначения, принятые в рецептуре. Количество лекарственных веществ, входящих в рецепт, указывается на правой стороне бланка. Мерой веса в рецептуре являются грамм и его доли. Дециграмм, миллиграмм, децимиллиграмм, сантимиллиграмм, микрограмм. Мерой объема в рецептуре является миллиметр. Длина указывается в сантиметрах. Если два или несколько лекарственных веществ указывается в одной и той же дозе, то она обозначается только один раз после названия последнего вещества. Для обозначения того, что указанное количество относится ко всем перечисленным веществам, ставится слово «АЛЯ» поровну, либо сокращение «АА». Если врач прописывает лекарственное средство в дозе, превышающей высшую разовую, то он обязан написать его количество прописью и поставить восклицательный знак. В том случае, когда рецепт не помещается на одной стороне бланка, можно внизу написать «ВРТ», «Переверни» и заканчивать рецепт на другой стороне. Рецептурный отпуск лекарственных препаратов. Рецепты, выписанные на рецептурном бланке формы номер 14888, действительно в течение 10 дней. Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы номер 148-04 и форму номер 148-06 действительно в течение одного месяца со дня выписывания. Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы номер 148-04 и номер 148-06 гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы и детям-инвалидам действительно в течение трех месяцев со дня выписывания. Рецепты на лекарственные препараты, выписанные на рецептурных бланках формы номер 107, действительно в течение двух месяцев со дня выписывания. Формы рецептурных бланков В настоящее время приказом номер 110 от 12 февраля 2007 года о порядке назначения выписывания лекарственных средств в деле медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания номер 54-Н от 1-го, 8-го, 12-го года номер 1175-Н от 20-го, 12-го, 12-го года утверждены следующие формы рецептурных бланков Первая форма специальный рецептурный бланк наркотическое средство и психотропное вещество 107 Вторая форма номер 148-У88 рецептурный бланк Третья форма номер 107 рецептурный бланк Четвертая форма номер 148-04 рецепт Форма номер 148-06 рецепт Первая форма специальный рецептурный бланк на наркотическое средство и психотропное вещество Согласно инструкции к приказу номер 110 и номер 1175-Н рецептурные бланки являются защищенной полиграфической продукцией уровня B, изготавливаемой на бумаге розового цвета размером 10 см на 15 см, должны иметь серию и номер На рецептурном бланке этого образца выписываются наркотические средства и психотропные вещества внесенные в список второго перечня наркотических средств психотропных веществ и их перкурсоров подлежащих контролю в Российской Федерации Рецептурный бланк заполняется разборчиво, четко На бланке представляется штамп медицинской организации дата выпуска рецепта В рецепте полностью указывается фамилия, имя, отчество больного возраста, обязательно указывается серия и номер полиса больного медицинского страхования История болезни, номер или номер медицинской карты больного История развития ребенка, история болезни Кроме того, полностью указывается фамилия, имя и отчество врача В строке Рецепте на латинском указывается наименование наркотического лекарственного средства, его дозировка, количество и способ приема Подписывается рецепт врачом, выписавшим этот рецепт, после чего заверяется личной печатью врача Дополнительно заверяется круглой печатью лечебно-профилактического учреждения и подписывается главным врачом или его заместителем На одном рецептурном бланке разрешается вписывать только одно наименование лекарственного средства При этом исправления не допускаются Количество выписываемого лекарственного средства указывается прописью Способ приема лекарственного средства указывается на русском языке Рецепт остается в аптечной организации Вторая форма, это форма номер 148-88 Рецептурный бланк имеет серию и номер Помимо этого он должен содержать следующие реквизиты Это адрес или номер медицинской карты больного Печать лечебно-профилактического учреждения для рецептов Фамилия и имя отчества больного и врача полностью Для бесплатного льготного отпуска рецепт выписывается в двух экземплярах На этом рецептурном бланке выписываются психотропные вещества Списка третьего перечня наркотических средств Психотропных веществ и их прекурсоров Подлежащих контролю в Российской Федерации А также иные лекарственные средства Находящиеся на предметно-количественном учете И анаболитические стероиды На одном рецептурном бланке разрешается выписывать Только одно наименование лекарственного средства Причем с обратной стороны рецепта делается отметка о том Кто приготовил, проверил и отпустил лекарственные средства Рецепт остается в аптечной организации для предметно-количественного учета Третья форма – это форма номер 107 Рецептурный бланк На этом рецептурном бланке выписываются все лекарственные средства За исключением тех, что выписываются на рецептурном бланке номер 1488 И специальном рецептурном бланке на наркотическое средство и психотропное вещество Рецепт подписывается врачом и заверяется его личной печатью На одном рецептурном бланке выписываются не более трех наименований лекарственных средств При этом исправления также не допускаются Этиловый спирт выписывают на отдельном бланке И заверяют дополнительной печатью лечебно-профилактического учреждения для рецептов Четвертая форма – это форма номер 14804 и форма номер 14806 Рецепт предназначен для выписывания лекарственных средств на льготных условиях То есть бесплатно или со скидкой Причем форма 14806 оформляется с использованием компьютерных технологий На рецептурном бланке перечисленных форм выписываются лекарственные средства Изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов Рецептурный бланк выписывается в трех экземплярах, имеющих единую серию и номер При этом рецепт подписывается врачом либо фельдшером и заверяется его личной печатью При отпуске лекарственного средства в аптечном учреждении на рецептурном бланке указываются сведения О фактически отпущенных лекарственных средствах и проставляется дата отпуска У этого рецептурного бланка имеется линия отрыва, разделяющая бланк и корешок, который выдается больному При этом на корешке делается отметка о наименовании лекарственного средства, дозировке, количестве, способе применения Следует также отметить, что по действующему законодательству Исполненные рецепты должны возвращаться гражданам, получившим назначенные препараты с отметкой Лекарственный препарат отпущен При наличии соответствующей отметки повторно приобрести препарат по указанному рецепту не получится Льготные рецепты в период отсроченного обслуживания находятся в аптеке После исполнения и отпуска лекарственного препарата пациенту выдается заполненный корешок такого рецепта При отпуске препаратов для длительного лечения, в том числе наркотических и психотропных лекарственных средств На рецепте проставляется соответствующая печать аптеки При отпуске лекарственных препаратов по рецепту, выписанному для длительного курсового лечения С указанием периодов такого отпуска и количества лекарственного препарата Такой рецепт возвращается лицу с отметкой о наименовании, дозировке и количестве отпущенного препарата При последующем обращении лица в аптеку с данным рецептом учитываются отметки о предыдущем отпуске лекарственного препарата Единовременный отпуск лекарственного препарата по такому рецепту допускается только по согласованию лечащим врачом Остаются и хранятся в аптеке с отметкой лекарственный препарат отпущен Следующие рецепты Это рецепт на наркотические и психотропные лекарственные препараты Рецепт на льготные лекарственные препараты Рецепт на комбинированные лекарственные препараты, содержащие наркотические средства или психотропные вещества Изготовленные в аптечной организации Рецепты на лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учёту, то есть это сильнодействующие ядовитые препараты, за исключением кремов, мазей и гелий, содержащих змеиный и пчелиный яд. И также рецепты на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилолого спирта. На экране представлены основные важнейшие принятые в рецептуре сокращения, но также я перечислю сокращения, которые тоже имеют место в рецептуре. Это такие слова, как Данные слова также поддаются сокращению в рецептурных бланках. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что была полезна для вас и, возможно, восполнила какие-либо пробелы в знаниях о рецептурах. Спасибо. 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 Спасибо.